всем доброго дня очень 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 рада быть на связи все прошли испытания на прочность вчера связи с событиями исчезновением возможности использования соцсетей да все ощутили на себе сразу какое место и значение они имеют нашей жизни слава богу что сегодня можем выйти в эфир можем продолжать общаться конечно это большие большое чудо я считаю это это благо цивилизации очень не хочется терять возможность общаться взаимодействовать со всем миром ощущается что ты находишься в прямом эфире и можно находясь даже на другом конце света быть услышанным и и слышать это все-таки важно для нас действительно важно наверное это меньшее самое ну это самое такое самая большая потеря мне кажется будет знать значимой потери если вдруг мы останемся без этой возможности у нас сегодня эфир посвященный беременности и простудным заболеваниям профилактики и лечению и сегодняшний эфир мы проведем вместе с интереснейшим совершенно потрясающим человеком и замечательным специалистом с которыми я познакомилась вот она как бы на собственном опыте мы общались по поводу моих детей она поспит яна моисеева она по специальности педиатр но врач который не останавливается в своем обучении постоянно обучается интегративной медицине интегративному подходу и китайской медицине то есть на самом деле с детками по скажем так по китайски в рамках китайской медицины работает насколько я знаю только она и рефлексотерапевт тоже да то есть все это очень такое глубокое взаимодействие ну и конечно китайская медицина неотъемлемо связана с нашими энергиями в теле поэтому сегодня будем говорить обо всем вот этом взаимодействие человека как система в целом беременной да и как что нам делать если вдруг все таки мы во время беременности заболеваем да или каким образом можем максимально себя от этого оградить сейчас я я ну приглашу в эфир если есть возможность напишите пожалуйста все ли в порядке со звуком слышно ли вот я вижу что есть сердечки летят значит вроде как в эфире если звук хороший дайте пожалуйста знать все ли слышно чтобы мы не вещали в холостую с ян и я присоединяется да все отлично слышно спасибо большое спасибо за вашу поддержку я на добрый день здравствуй здравствуй да здравствуй дорогая рада очень тебя видеть да мы сегодня я говорю я вчера засыпала думаю ну вот это чудеса вообще происходит в нашей жизни настолько все неожиданно и и знаешь такой был момент думаю но вот такое благое дело да так вот настолько важно сейчас в связи с тем что такие события происходят в мире так важно быть на связи так много нужно сказать и услышать да многим нужно услышать и так не хочется взять эту связь конечно я сама наблюдаю что мы часто за друзьями даже следим только в соцсетях к сожалению да да вот так общаемся да переходим на другие моменты но еще знаешь поймала себя на том что как я реагирую да то есть на самом деле стрессовая достаточно достаточно ситуация вам твои привычные инструменты которые ты используешь привычный способ общения вдруг вылетает а его просто перестает быть и сразу отлавливаешь свои состояния свои эмоции тоже да то есть насколько мы вот реагируем на эти истории я вчера столкнулась с тем что мне пишет пациентка ей надо улетать через два часа у нее сильно болит горло она едет на съемки какие-то она парикмахера в с актерским составом вот и она пишет я не могу отменить эту поездку у меня болит горло вдруг это ковида что мне делать я и отвечаю а сообщение не отправляется да я думаю вот и лететь там ночью а я не могу человеку помочь и конечно мне сразу я начала искать варианты звонить тоже я не могу я начала в телеграме почему телеграм работал да 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 в общем да конечно нам еще с таким профессией которые поддерживают и спасают жизни для нас связь очень важна а у меня полнолуние грядет понимаешь но не полнолуние но тоже открытая фаза луны и я понимаю так мои девочки я не в ватсапе думаю ну ладно все нормально главное работает мобильная связь если что они позвонят то что обычно все таки через ватсап но многие пишут да 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 но слава богу все мы в эфире даже позвонить почему позвонить да ну вот так бывает будем пользоваться возможностью да 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 яночка хорошо значит я хочу представиться я занимаюсь китайской медициной уже 10 лет но так как у меня двое деток и конечно я понимаю что ну все вам давно уже говорили что нет методов универсальных конечно китайская медицина это не универсальный метод который подходит всем и вот у меня родилась дочка которой китайская медицина конечно подходит но не так сильно например как всякие там бады диета гомеопатия и все остальное поэтому мне пришлось восстанавливать свои знания по диетологии по гомеопатии и получается что я наложила на китайскую медицину еще и новых много знаний поэтому получается что я врач первое у меня конечно я невролог потому что в нашей стране нельзя рефлексотерапию без неврологии вот поэтому я невролог рефлексотерапевт педиатры также у меня много там всяких всяких сертификатов но это наверное уже дополнительное образование бесконечное да 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 как же без этого не знаю для меня это как как глоток свежего воздуха я каждый раз глаза горят муж говорит как ты так можешь как ты не устаешь я говорю не знаю для меня это мой дофамин действительно этому радуюсь когда я узнаю что-то новое а тем более когда я вижу как это помогает людям как это помогает особенно деткам потому что детки в этом плане очень такие благородные ответ у них очень быстро потому что у них нет столько хроники как у взрослых да отзываются но вот ты сейчас сказала что дочка не так они так отзываются на китайскую медицину все-таки наши дети призваны да искать нас тоже искать помогать нам их искать новые пути какие-то совершенствовать себя бесконечно да и наши все аксиомы опровергают да я тоже очень рада что она пришла такая скажем так непростая в нашу семью конечно девочки мальчики это совершенно два разных поля мне казалось раньше что ой сын такой такой проблемный на самом деле с дочкой смотрю боже но это же вообще арбуз порезала не так все она ибо есть не будет да 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 мама я не могу одеть эти штаны ты понимаешь минус 25 на улице но я не могу одеть эти штаны я некрасивая я рыдание некрасивая поэтому на штаны мы одевали пачку то есть на ватные штаны ну теплые зимние штаны а сверху у нас была балеринская вот это вот такая юбка и так мы все равно быть красивой да им это важно важно и прям с рождения вот они приходят такие другие но в этом наверное плюс что мы все таки разные вот поэтому я сегодня планировала рассказать беременным и мамам которые уже родили или у кого там еще много деток о том как же нам себя обезопасить во время простудных заболеваний во время этого вируса который нельзя называть а вот и конечно я хотела сделать большой акцент на питание потому что очень многие думают что вот мы сейчас выпьем грубо говоря террафлю или гомеопатию или еще что-то и нам станет хорошо но поверьте ко мне тоже приходит очень много пациентов после гомеопатов после очень длительного гомеопатического лечения и говорят что вдруг гомеопатия перестала помогать это мы ян ты нас помнишь да да нас помнишь пневмонии тремя подряд что просто перестала все работать действительно так и было да ну к сожалению я всегда говорю что лечение это образ жизни мать и что нужно смотреть что вы едите сколько вы едите еды ведь намного больше чем лекарств поэтому получается если мы там что-то пьем 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 и тут уже заели тортиком или там запили кефиром который образует слизи мокроту который очень плохо влияет на пищеварение особенно в холодное время года летом мы можем себе позволить пить холодные продукты ну даже вот сейчас холодно сейчас что хочется горячего чая хочется там борща окрошки уже не хочется кваса холодного уже не хочется прислушиваемся к себе да к внутренним каким-то своим таким потребностям если беременная например я всегда говорю должна пить воду всегда с собой бутылка с водой значит если это зимнее время года холодная осень там то уже не бутылка а какой-нибудь вот да термос обязательно горяченькая водичка и это вообще супер потому что горячая вода она сразу усваивается а холодная вода даже комнатная вода она не усваивается и вот опять же ко мне приходят пациенты я утром пью два литра воды а я говорю так часто как быстро бежать в туалет на через 10 минут потому что она прошла транзита никакого не было поэтому конечно нужно пить горячую если не можете горячий ну хотя бы 40 градусов температура воды намного лучше усваивается и вот в этом плане китайцы они конечно молодцы у них даже в древних трактатах прописано что можно пить только горячую воду холодную воду соки пить нельзя поэтому конечно лучше пить горячую воду ну а сейчас еще раз о горячем питании то есть пожалуйста обращайте внимание на то что нужно обязательно покушать а потом идти гулять это важно потому что если вы поели горячей еды ваша вся вся такая вот защитная энергия которая вас защищает от вирусов от ветра от бактерий которые летают на поверхности она будет вас защищать ну как в скафандре у нас есть даже такое лекарство китайское называется защитная ширма от ветра потому что она реально закрывает поры чтобы ветер как бы не проник вовнутрь звучит конечно фантастически но по факту есть такие лекарства которые действительно или есть люди знаете вот особенно по мужчинам видно он чуть чуть больше оделся и он весь вспотел то есть это значит поры открыты или вы голову помыли поры открыты вы же не пойдете с помытой головой или только помыли на улицу вы же чувствуете что как бы ой сразу холодно то же самое на физике это действительно так то есть во время беременности в принципе беременные может оставлять то же самое да как то есть питание будет являться профилактикой ваших ваших простудных заболеваний да именно питание температура питания я сейчас скажу более подробно про питание потому что смотрите прежде всего если вы хотите не заболеть то конечно это нужно правильно питаться что такое правильно питаться углеводы это неправильная еда ну то есть все говорят там каши это углеводы да каши это углеводы но каши тоже бывают разные например гречка это очень низко углеводные продукты он не дает скачка глюкозы он не дает грибковое разрастание флоры то есть ее можно есть она нам нейтрально а если например мы будем есть кукурузную кашу овсяную кашу она плохо влияет на пищеварение она плохо влияет на психологическое состояние как у детей так и взрослых я помню мы как-то учились в одном институте и там был ректор около 50 лет и он говорит я как только съем овсяную кашу у меня голова не соображает я хочу спать да то есть понимаешь конечно там есть глютен конечно там много всего вот поэтому это есть нежелательно ну вот кстати про симптом хочу спать я помню у меня тоже во время беременности было такое состояние когда я позавтракала потом мне нет силы хочу лечь полежать и мне тогда не было таких знаний вот и я все искала информацию не никто ответа не дал да ну я понимаю вот и потом я уже узнала что это один из симптомов инсулинорезистентности вот это часто бывают предпосылки уже сахарного диабета у беременных а кроме гречки вот я на что еще сейчас значит рис лучше конечно всякий там жасмин или басмати или не бурый не бурый но пиво тяжело есть поэтому многие просто его не употребляют поэтому я его всегда так или пропускаю в жасмине и басмати содержится меньшее количество как раз вот да клейковины чем нам опасна еще клейковина и глютен тем что они вызывают спайки спайки это воспаление в кишечнике то есть это будет болеть кишечник это всякие там забросы сибры сигары тоже с этим связаны и часто бывают например путают аппендицит с патологической микрофлорой вырезает патолицит и говорит ой розовенький такой красивенький а зачем же вы вырезали а потому что там у нас есть такой в кишке такой заброс и там часто просто как тупик такой и там очень много живет плохих бактерий и в определенное время дают такое сильное воспаление что начинает болеть кишечник ну то есть пособствует разрастанию такой неблагоприятные микрофлоры да 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 ну то есть будем помнить что от неблагоприятной микрофлоры образуется слизь а в слизи конечно развивается вся патогенная флора что такое патогенная флора это плохие бактерии то есть это может быть кандида это может быть кластриде это все грибы это всякая там и бактерия клепсиела их очень много я поэтому люблю один анализ называется хмс по осипову смотрим кишечник и там он очень такой красивый развернутый там прямо расписано все кто у тебя плохой живет кто у тебя хороший живет лактобактерии бифидобактерии там указаны герпес обштейн баура цитамигаловирус и конечно на фоне этого анализа мы начинаем корректировать питание и понимаем какие нужно бактерии давайте какие нельзя потому что все подряд например пьют лактобактерии некоторых их очень много в избытке нет необходимости да еще хотела сказать про мясо я помню просто когда была сама беременная родила я знаю что очень многие ну как бы акушерки назначают мясо потому что это белок я тоже я я столкнулась с тем что я конечно же я понимаю что у меня анемия мне нужно есть мясо я помню когда я родила милашу я ела это мясо три раза в день ела с чем чтобы наесться ела конечно с кашами ну то есть это там риса или пшенка или там еще что-то это была зима конечно овощей хороших не было получается потом какая-то консервация или что-то приготовленное и с чем я столкнулась я столкнулась с очень сильным закислением организма оно было прилилось у меня начали сильно болеть суставы у меня начался жуткий ревматизм я не могла дойти до туалета просто нет то есть держалась за стеночку и вот так шла вот но опять же я начала искать причины этого всего оказывается что вот в основном у нас у всех пониженная кислотность желудка если она пониженная у нас мясо не переваривается огниет почему многие уходят на вегетарианство именно поэтому им плохо от мяса им плохо от рыбы им плохо от яиц потому что не говорят как тяжелый груз вот висит я не могу его переварить это из-за пониженной кислотности то есть получается люди уходят вегетарианство но это крайность а можно просто повысить кислотность и если мы повышаем кислотность почему это говорю вообще в теме простых заболеваний если мы повышаем кислотность а мы начинаем усваивать белки если мы усваиваем белки у нас что у нас есть хорошие аминокислоты если у нас есть хорошие аминокислоты у нас есть хороший строительный материал для мамы и ребенка то есть мы на выходе получаем крепкого хорошего малыша здорового без аллергии без патологий сейчас сейчас очень многие детки с порогом сердца или с незарастанием овального окна это как раз слабо соединительной ткани из-за того что мама не усваивала белок выход какой а то я все веду веду а что же с этим делать да здесь я всегда говорю чтобы вопрос не в том чтобы съесть в каком количестве вы съедаете вопрос томс как вы усваиваете да вот это конечно что вы съели насколько это все вами усваивается да 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 так вот обязательно нужно добавлять каждый рацион пищи траву то есть это должна быть руккола это должен быть там шпинат петрушка кинза что вы любите да но трава зеленушечка любая да да любая зима я сразу спрошу как ты насколько ты тоже правильно это или нет как ты считаешь что вот то что мы покупаем в магазинах вот эта зелень которая выращивается она выращивается ну на гидропоникой до системы то есть там присутствуют пестициды и всякое то есть замачивание вот там на час на два замачивание в холодной воде освобождает вот эту зелень насколько я знаю шпинат по моему больше всего вот себя вот это убирать слышала тоже об этом шпинат убирает очень много токсинов так же как и свекла вот свекла и шпинат это прям на первом месте они убирают все токсины из почвы но опять же я всегда говорю что давайте все таки на весы взвесим что у нас лучше что у нас хуже и что у нас сейчас приоритете вот поэтому есть очень интересные такие баночки на озоне продаются потом скину фотографию как за замачивание зелени очень удобно там получается такая как бы сеточка и с крышечкой получается ты вымачиваешь это лучше с яблочным уксусом и паразитов убивает ну и токсины тоже кое-какие токсины достает поэтому да это важно и у меня на кухне прям целая лаборатория у меня столько всяких баночек термосов заваренных там или еще чего-то отлично мы уже привыкли так жить да поэтому будет я всегда тоже покажу ну вот как бы да как как мама которая как бы привыкла это же понимаю что для того чтобы ввести в жизнь какие-то правильные такие лайфхаки привычки просто достаточно увидеть прям вот как это выглядит как это просто потому что рассуждать мы можем долго на самом деле действительно поставить вы увидеть эту систему показать что как это просто делается здесь так здесь так и в общем то хорошо сниму сниму да прям вот интересно да как это в жизни выглядит ага да 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 вот то есть первое что это мы добавляем зелень второе это обязательно если вы делаете какие-то салаты обязательно нужно или поливать лимоном или поливать какими-то кислыми соусами я например люблю наршарабом поливать я и мясо поливаю наршарабом это гранатовый соус и салаты потому что именно наршараб он в своем составе содержит очень много витамина c что нам помогает усваивать опять же масса ну например в германии когда они подают руку жирную мясную рульку они обязательно ее подают с приготовленной квашеной капусты потому что именно квашеная капуста помогает усваивать эти жиры кислотность да 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 понимаете то есть а сейчас опять же вот эта модная кита диета и все остальное люди многие содержатся придерживаются ее но потом изменение липидного профиля потому что все же как бы хорошо но к сожалению мы не привыкли есть такую еду и ну как бы на строгой кита диете там одни жиры там нельзя ни ягоды ни углеводы никакие ни фрукты ни овощи ничего нельзя но она не очень свойственна нам все таки она не очень естественно мне кажется да вот эти увольняющие крайность я считаю что это крайность и лучше искать где-то что-то для себя какую-то серединку или в какие-то там дни делать поблажки вот то есть нам нужно обязательно еще раз повторюсь повышение кислотности чтобы мы усваивали аминокислоты если у нас будут хорошие аминокислоты у нас будет и хороший иммунный ответ хороший строительный материал хороший белок и соответственно ребеночек который родится он будет тоже не так подвержен простудным заболеваниям яночка еще вопрос пришел а что думаете про пророщенные дома семена семена или вот раз какие там да чтобы это да 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 я прекрасно к ним отношусь пожалуйста употребляйте ну надо просто смотреть какие потому что если там пшеница там или еще что-то часто там много не омеги 3 а омеги 6 и 9 а у нас у многих если вы еще употребляете там разные растительные масла еще что-то и так много этой омеги 6 и 9 поэтому нужно просто какой-то не было переизбытка да 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 потому что это все таки такие не всегда хорошие жиры когда их много так значит если возвращаемся опять к теме питания и уже конкретно вы заболели да то есть что мы исключаем обязательно нужно исключить вот во время болезни мы исключаем все углеводы каши тоже то есть во время болезни нельзя ни гречку не рис никакие крупы никакой хлеб никакие печеньки баранки ничего почему потому что углеводы они создают отек тканей например отек в носу да или аденоидит у детей одна из причин это углеводное питание то есть приходят дети мы там исключаем по максимуму углеводы переводим на палео диету есть такая палео диета это диета в которой только белки жиры и овощи фрукты то есть это на какой период я это когда острое состояние когда вы почувствовали что например износа потекло да значит а хорошо значит прежде всего сейчас исключим все углеводы потом уже можно добавить что там второй третий день уже легче можно чуть-чуть добавить какой-то там гречки там сложные углеводы да 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 сложные более которые долго усвояемые да то есть это именно отек тканей это очень важно потому что если нет отека конечно это как бы слизь которая образуется она намного быстрее из вас выйдет лимфа будет лучше работать и поэтому вы выздоровеете намного быстрее второе что нужно взять на исключить перекусы почему потому что перекус это очень сильный скачок глюкозы мила как ты замечала сейчас много у беременных сахарного диабета ну вырос вот за последние два года вот совершенно точно был явный скачок когда пошел вот мы когда мы сели на карантин где-то с марта месяца действительно очень много и в общем-то 29 роддом потонул что называется он и так потонул потому что ноги были закрыты на на ковид да роддома мало осталось которые были на физиологические роды вот но очень много да и сейчас тоже ну по сравнению там с тем что было шесть лет даже назад да сейчас больше намного больше однозначно да ну вот конечно я понимаю что люди начали стресс заедать да потому что самый быстрый самая быстрая возможность получить дофамин это три вещи секс сон и еда некоторых беременных там ограничения по сексу некоторых сон плохой и у беременных и у кормящих да то люди начинают просто заедать а какая самая быстрая еда доступная которая ты не чувствуешь тяжести это там да 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 все остальное а можем мы порекомендовать вот например с собой беременный брать какой-нибудь не знаю там ланчбокс с нарезанной морковкой сельдереем вот сейчас осенью если эти если это перекус который может быть полезным если все таки потому что иногда ну для беременной например вот тот же самый идет там женскую консультацию или в роддом записывать на встречу с врачом иногда бывает что там пару часов приходится провести и совсем без еды не останешься то есть что с собой можно взять из полезненького и вот ну вот смотри все таки я считаю что очень важно выдерживать четыре часа между едой это прям гипер важно потому что только за четыре часа проходит весь вот этот цикл когда пищеварительная система наконец-то все переварила иначе и выдохнула да то есть попить кипяточку если попить с собой кипяточку с лимончиком давайте не забывать что все таки вот эта вся анти программа терапия она прежде всего на первом месте стоит что голод понимаете но за четыре часа вы не будете голодные вы будете голодные только если у вас все таки высоковато глюкоза почему такая связь вот смотрите вы поели например на завтрак там гречку с молоком с сахаром да то есть у вас что у вас выработало большое количество глюкозы утром инсулина мало всегда мало утром инсулина получается глюкозы много инсулин выделился и думать вот сейчас я буду утилизировать эту глюкозу он там ее утилизирует а так как вы поели очень такую сладкую еду вас скачок глюкозы резкий и большой и получается что через два часа когда вы придете уже женскую консультацию вы будете сидеть и думать ой как я хочу есть как я хочу есть а это на самом деле не вы хотите это ваша глюкоза и получается что что вот этот резкий скачок и вы чем-то добавили например кофе ну там грубо возьмем со сникерсом да там с каким-то батончиком в автомате то есть получается и вы опять глюкозу дали а инсулин думает ну вот опять добавили глюкоза а я эту глюкозу еще не утилизировал что мы будем иметь мы будем иметь резкие скачки резкие скачки глюкозы и резкий упадок глюкозы и тогда вот именно тогда нам после еды будет хотеться спать нас будет тяжесть нам будет именно ну как бы очень тяжело встать тяжело выдерживать эти четыре часа а если вы поедите например там яичницу и хлебец печени трески да и запьете там маленькой чашечкой там пусть кофе там или цикория или что вам нравится вы прекрасно выдержите четыре и пять часов потому что вы употребили правильные жиры то есть во время беременности четыре часа ну как бы я просто знаю что далеко не все могут выдержать да то есть у кого-то не беременны даже не беременные да 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 вот то есть как ну скажем там у кого-то орешек там с собой у кого-то финик ну кто-то действительно с батончиком или там с печеницем что-то с собой берут конечно но это очень важно то есть надо надо постараться все таки это выдерживать потому что опять же именно поэтому сейчас такие такая большая статистика по сахарному диабету потому что люди едят очень много люди едят очень часто и казалось бы даже безобидная морковка безобидный орешек это перекус и на этот перекус выделиться глюкозы выделиться все ферменты понимаете то есть это это кажется что да ну это же полезная еда она полезная но она еда поэтому в общем кипяточек работаем на кипятке можно кипяток можно какой-то травяной чай пожалуйста там какие вам нравятся чаи можно даже кофе но без ничего то есть без слад без сахара без меда без топинамбура без никаких добавок на это не многие пойдут все дело привычки я уже два года кушаю два раза в день в девять утра и в три часа дня и все нормально потому что как раз вот после милаши после этого питания очень сильно поправилась и я не могла в себя долго прийти и только вот благодаря этому я не только я похудела а я начала себя чувствовать совершенно по-другому вот мы сейчас были в турции а там полуголодная такая еда и конечно я начала есть хлеб все остальное я привезла оттуда почти 4 килограмма веса лишнего за две недели я приехала вся в прыщах просто вот вся в прыщах и я конечно понимаю что мне эта еда не подходит но это я чувствительная такая поэтому обращайте внимание на свои симптомы это очень важно так возвращаемся да если возвращаемся значит я сказал про отек носа поэтому мы убираем углеводы то есть даже если вы не заболели но я знаю что многих беременных отек носа как он называется там ренит беременных или как-то так да вот да вазомоторный ренит вот вот да поэтому просто пересмотрите свое питание и постарайтесь хотя бы убрать углеводы ну как сможете хотя бы по минимуму задумываться задумываться да что уже эффект есть и потом постепенно постепенно не надо сразу вот все сегодняшнего дня ничего не ем так не надо потому что у вас будет изменение пищевого поведения вы потом сорвете с купить пачку чипсов и печенье это все скушаете поэтому не нужно постепенно по чуть-чуть по чуть-чуть чтобы вам было комфортно так дальше если все же вы заболели обязательно ванны ванны с морской солью если вы уже заболели то есть вы чувствуете что у вас потек нос или у вас там озноб ванна не является противопоказанием многие мамы спрашивают что как же во время температуры я посажу своего ребеночка ванны прекрасно потому что это работает просто супер морская соль всякая можно и псома соль можно и морскую соль у меня там есть пост на тему псома соли и морской соли почитайте вот это очень сильный детокс то есть получается что мы сразу же выводим все эндо и экзотоксины которые нам попали с вирусами или с бактериями или еще чем-то так же расширяем сосуды температура ванны комфортная вам не больше тридцати восьми конечно но для беременности тоже я всегда говорю что не до тридцати восьми то есть не выше точно и я всегда прошу чтобы было был доступ свежего воздуха то есть многие акушерогинекологи против вообще чтобы беременные принимали ванну но связано с тем что нальет горячее чем нужно и закроется в этой ванной в духотище получит вот коллапс да такое порезуморочное состояние поэтому ванна безопасна если она там ну 15-20 минут в дне горячей комфортной такой теплой температуры и доступ свежего воздуха не всегда хватает вентилятора поэтому хотя бы там щелочку двери приоткрывать да да ну это я видишь это я забываю мы в доме живем я забываю что у квартира есть маленькие узкие поэтому извините я отвыкла от этого так хорошо значит еще конечно мы применяем обязательно арома масла но в этом вот мила очень хорошо знает эту всю систему поэтому она да с аром маслами да аккуратно достаточно аккуратно потому что ванна все-таки это маленькое пространство да то есть там не ожоги часто бывают в ванной поэтому да очень очень бережно да я наверное сделаю отдельный пост даже на эту тему как можно использовать как яром масла в ванной именно во время беременности при простуде да и как это делать а это будет на неправильный да ну и вообще если например младенцы заболевают очень очень хорошо работает и температура очень хорошо работает масломяты на пятке разбавленная только да с базовым да авокадо там или виноградной косточки какие у вас есть да и вот на пятке очень хорошо сбивает температуру ахла она вообще очень сильно охлаждая то есть может даже да 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 но не забывайте что нужно следить чтобы не было сильного спазма то есть нельзя допускать чтобы были холодные руки и ноги а тело горячие да таких случаев нам нужно согреть этого ребенка полностью как его согреть это ванна ванна расширяет сосуды и соответственно кровообращение налаживается так дальше приходим подходим все-таки к тому что же делать что же выпить когда заболели значит хочу упомянуть про еще раз про кандиду то есть если все-таки у вас есть на теле какие-то пятнышки которые чешутся грибы на ногтях какие-то выделения кандидозные это все кандида чем опасно кандида кандида это грибок часто у детей например частые бронхиты тоже аденоидиты насморк прозрачный который постоянно течет 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 это кандида кандида мы кормим как раз всем сладким то есть все сладкое даже виноград даже изюм вино тоже кормит кандидов поэтому по хорошему счету надо опять же говоря о том что от кандиды от сладкого нужно уходить если прям совсем позиция если болели в общем перестали 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 я практически пьем основное да 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 ну и обязательно конечно лучше все-таки ну и в жизни стараться уходить от сладкого вкуса конечно это очень тяжело и чтобы это было постепенно старайтесь просто есть после основного приема пищи например вы поели там завтрак и закусили там каким-то там чем-то сладким тем что вы любите там или пастила или мармелад или там какая-то конфета шоколадка я конечно больше за горький шоколад линт от 80 процентов и выше все остальные мне шоколадки не нравится вот но если все-таки у вас полилось например из носа полилось мокрота где-то там что-то у вас где вы знаете что у вас чешется да я всегда рекомендую пить исландский мох он продается практически везде вы можете купить везде в россии этот исландский мох заваривать по инструкции я его также очень люблю вот я опять же повторюсь я приехала с турции так как там была углеводная еда я просто понимаю что я не могу без сладкого я заварила этот исландский мох я его попила два дня все я уже равнодушны к сладкам то есть мы сразу кандиду да кандиду мы сразу же опустили титры вниз почему именно исландский мох это высший гриб высший гриб всегда будет подавлять низшие грибы пить можно целый месяц у него нет противопоказаний детки тоже его хорошо пьют то есть не знаю я его очень очень поэтому я его назначаю опять же кандидозы у беременности у беременных тоже можно можно длительно применять или тоже на время пока у нас длительно длительно можно длительно если нравится можете длительно если не нравится то можете пить как вам когда вы заболели вы добавляете просто его пьете как вам удобно и так и так можно пить дальше следующий если вы заболели опять же обязательно нужно пить какие-то пробиотики точнее не какие-то а пробиотики которые содержат не менее двух миллиардов бактерий до при грудном вскармливании можно и нужно исландский мох вопрос так пробиотики более двух миллиардов то есть на херби очень много таких пробиотиков любые какие вам там нравится главное чтобы была такая цифра еще мне очень нравится я вот с турции привезла вот такое есть лекарство мульти про это местный пробиотик то есть бактерии турецкие это пробиотик который именно живет у нас в ротовой полости и соответственно это как бы первая защита ну я бы наверное если бы я сейчас была беременна я бы его обязательно рассасывал перед женской консультации вот его бы рассесала и потом шла знаю что я там уже ничего не подцеплю потому что она заселена да то есть правильная микрофлора здесь а бактерии витамин c и нулин и нулин это пребиотик который кормит наши хорошие бактерии и цинк в этой бузины сироп бузины вот очень классно его рассасывать во рту поэтому кто у вас едет в турцию обязательно закажите чтобы у вас она была на это только турецкое лекарство мы сейчас там разговариваем с фабрика если получится у меня будет она всегда больших количествах прекрасно пока это все да так разговора вот но также это прекрасно если ваши дети только начали ходить в сад его тоже можно давать утром рассасывать и отправили в сад или в школу ну или вы там знаете что с кем-то будете контактировать который не очень здоров поэтому очень-очень хорошее лекарство и буквально недавно у меня там одни знакомые заболели быстро рассосали и говорят о я на эффект очень классно ну то есть местно справилась местная уже да конечно и она уже вглубь пошло да то есть мы уже вот здесь как бы это первый барьер первый барьер справился яночка еще раз спрашивают как называется мультипро вот так называется мультипро мультипро пробиотикс пробиотик да вот так называется так дальше все-таки если вы уже заболели и морская соль и ванна вам не помогла то есть вас пошли внутрь все эти токсины и часто у детей и взрослых увеличенные лимфоузлы вот здесь нам нужны да нам нужны сорбенты сорбентов очень много аптечные сорбенты типа полисорпа энтеродезы все остальное мы не употребляем они полимерные они химические чем опасны полимерные они выводят как плохое так и хорошее энтеросгель сюда тоже относится да все химические то есть это получается что да он выведет токсины но также он выведет магний натрий калий все хорошее все что вы купили сахер мы начали пить этот сорбент все выведем да поэтому можем только натуральные натуральные с нашей аптеки мне очень нравится зостерин ультра это зостерин ультра это сорбент из морской водоросли очень хороший выводит прям замечательно все вот то есть деткам тоже можно его соответственно деткам прекрасно если увеличены лимфоузлы если ваш ребенок заболел сразу добавляйте азостерин ультра сразу спрашивающую яночка а если есть симптомы там скажем рота ротовируса да есть диарея тоже можем да да его использовать как да ну у нас есть еще прекрасные китайские лекарства от ротовируса вот но это уже отдельная тема да это к тебе да ну действительно есть очень классная поэтому сразу скажу что реально работает так значит сорбент то есть зостерин ультра это самый вот такой который вам доступны если вы уже его как вы хотите уже там исхитриться и как-то получше то можно заказать еще хитозан это на хербе он микродиспенс очень такой мелкий поэтому он конечно тоже вытянет все тяжелые металлы очень хорошо работает застерин сорбент до застерин сорбент застерин ультра называется там есть 30 процентов 60 30 можно детям 60 можно взрослым можно и детям какой найдете в аптеке этот вопрос про запор может ли вызвать тогда сорбент натуральный вот эти сорбенты я не видела ни разу чтобы они вызывали запоры но опять же давайте помнить что поэтому неплохо пить всякие смекты все остальное потому что они не выводят токсины они просто делают пробку то есть ну вот понос прекратился мы рады ну а токсины то остались внутри что мы с этим будем делать вот значит хитозан сайхерба тоже если есть необходимости и мы пьем длительно если нет необходимости то только во время простуды добавляем так теперь назову из китайских препаратов которые мне нравятся и которые всегда универсально работают первое лекарство называется бан лангэнь так выглядит бан лангэнь помню такой значит это лекарство сюда входит одна единственная травка называется вайда вайда очень много исследований по этой травке она как натуральный антибиотик действует нет противопоказаний нет для беременности нет для грудного вскарбливания как только вы заметили что у вас ломит тело вы знаете что вы контактировали например с больными или с ковидными больными это лекарство очень быстро хорошо поможет значит принимаем по два пакета как чай разводите как террафлю разводите как по два пакета три раза в день два дня эффект обычно очень быстро пришли у меня даже многие берут директора фирму ставят возле кофемашины и как только кто-то сотрудников заболела и сразу идут выпивают и намного меньше люди стали болеть где можно приобрести ян такой вот приобрести можно в китайских аптеках да то есть это на синамет синафар в москве сейчас еще какая-то китайская аптека рф открылась у них даже доставка есть поэтому можете и там еще приобрести хорошо деткам тоже можно да вот это там деткам от трех лет только от трех лет да про детский сейчас скажу отдельно банген банген то есть противовирусная а также она очень классно работает когда у вас ангина вот если болит горло если прям вот вы чувствуете что больно глотать это будет банген второе лекарство называется ганьмао вот так выглядит ганьмао вот это лекарство прям палочка-выручалочка для беременных и для кормящих потому что кормящие особенно часто гуляют с колясками долго ребенок не спит и вы его там по три часа по парку водите домой пришли вы замерзли да вы так замерзли что у вас с носа потекло и вот тогда вас спасет ганьмао потому что в него входит очень много таких теплых трав которые согревают вас изнутри получается мы это лекарство принимаем когда когда у нас есть озноб то есть мы вы чувствуете что вы замерзли переохлаждение да правильно спасибо за подсказку вот то есть когда вы именно гуляли дети были там гуляли тоже на детской площадке прибежали ноги холодные руки холодные быстро выпили ганьмао уже они не размалились бить по одному пакету три раза в день деткам от года по пол пакета три раза в день его можно пить и долго и два дня и три дня можно пить и если вы видите что вам не согреваетесь но обычно за сутки хватает часто даже хватает вообще только вечером выпили все так же бывает что я назначаю это лекарство когда говорю что видите подозрительный ребенок пришел ребенок садика и какой-то он ну какой-то он мне не нравится глаза какие-то прозрачные да похоже заболевает и вот тогда я говорю пьем ганьмао то есть эти препараты желательно чтобы они были в домашней аптечке да да их нужно иметь в аптечке но опять же мамам всегда легче когда они знают что у них есть что-то что они могут дать ребенок не разболеется я всегда говорю пожалуйста делайте все на ранних стадиях не ждите что а вдруг пролетит может не пролететь поэтому лучше сразу лечиться я давай скажем немножко вот тут такой момент мне кажется ним стоит упомянуть до каких ситуаций мы можем позволять себе находиться дома ну учитывая вот нынче модное заболевание да то есть мы не можем не сказать о том что чтобы не уйти за границы за пределы вот компетенции нашей дома да да симптомы нас точно должны заставить все таки обращаться к врачу и где я поняла о чем ты но смотри а прежде всего я всегда говорю если вы все делаете правильно и ваш организм дает правильный иммунный ответ вы за три дня должны выздороветь вот если вы не выздоравливаете за три дня вам уже нужно обращаться или к врачу или идти чтобы вас послушали там кому-то там рентген кому-то там кт кому-то там еще что то то есть все равно три дня это хороший иммунный ответ если вы через три дня идете на поправку все прекрасно но если вы видите что у вас ухудшение не надо запускать даже нет улучшений да то есть то что вам не эффективно то что то те способы которые вы использовали оказались неэффективным для вас конкретно не стоит у всех же разный иммунный ответ понимаешь у одних хороший потому что правильное питание и они ответят очень быстро да и правильный образ жизни там кто-то ходит там много гуляет кушает правильно да а другие которые пьют кефиры и грубо говоря едят сникерсы и не спят у них конечно будет иммунный ответ намного хуже поэтому обязательно это мега важно мега важно что три дня срок три дня дальше уже думаем о чем-то яночка можно я напомню а ты упоминала когда-то вот о волшебных чудодейственных бульонах овощных мы к ним вернемся там после лекарств да 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 это пропитание то что прекрасно будет кушать бульону как раз во время болезни потому что именно бульоны они помогают восстановить слизистые причем не мясные да правильно я да не мясные именно из кости но и там тоже писала пост если нужно будет подробно почитать вот то есть именно кости можно говяжие можно куриные но именно кости и варить нужно долго хотя бы 6 8 часов а если вот эфиры образует слизь и мокроту в организме кладят кандиду как раз да и кормят кандиду то есть это все выделения все что на коже чешется это часто болеющие детки аденоидиты гнойные ангины это тоже все виновники молочная продукция и кисломолочная продукция то есть если мы хотим все-таки какое-то вот такое закислить молоко так скажем да то это должны быть домашние йогурты до которые делаются непосредственно из-за полезных каких-то не за счет тоже не так тоже не так да к сожалению тоже не так потому что это все равно продукт который изнутри будет охлаждать и в основном ну в основном сейчас у всех замедленный метаболизм то есть даже те кто худые это не означает что у них быстрый метаболизм это все равно замедленный метаболизм да а еще и зимой то есть и кефиры йогурт и ряженки все остальное можно только летом холодного года нельзя что из молочки полезное есть можно приготовленное то есть то что вы можете термически обработать это можно например сырники например там ленивые вареники вот этих вот такое можно запеканки пожалуйста все остальное нежелательно а сыр я сыр молодые старые мила мы будем сохранять эфир потому что да 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 вот я так продолжим как нам тогда сделать мы тогда сейчас прервемся и еще разок начнем как сделать первая часть эфира да так тогда сейчас вот эти вот вопросы что им полезно из молочки и да и потому что теплые сейчас мы тогда и я сохраняю с эфир и еще разок выйдем да пусть у нас да 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 вторую часть хорошо не прощаемся